Ассаламу алейкум, мракатуллах, таалю буракату. Радостно видеть родителей, учителей. Это замечательный день. Поздравляю с сегодняшним днём учителя. И пожелать, чтобы Аллах, в последующем тоже Аллах, также здравия и благополучия на всех собирал. Да примет Аллах, ваши маулиды, которые вы проводили, пробирал овал. Все ибадаты, которые вы сделали, все служения, которые вы сделали. И да поможет Аллах нам и в последующем также встречать маулид месяц пророка, саллиллаху алейкум, с маулидами. Насчёт учёбы, говоря, первую очередь, конечно, мы благодарим всех учителей, всех работников за тот вклад, за ту работу, которую они делают. Благодарим за понимание и усердие всех студентов, которые здесь находятся и в общем, и в других корпусах. Также за принятие участия и за активность благодарим родителей тоже. Потому что воспитание ребёнка, воспитание студента, оно не завершается, если все три стороны вместе не работают. Если в какой-то момент учитель не проявит усердие, студент не может стать хорошим специалистом. Если же один день студент потеряет желание в учёбе, никто в округе не сможет его заставить, чтобы он учился. Если же один день родители перестанут его поддержать, он может бросить учёбу из-за необходимости, из-за финансовых определённых трудностей. Поэтому все трое они принимают участие в учёбе. Ну вот сегодня, для чего нам эта учёба? Вот вчера поздно вечером сидел с родственниками, близкими, разговаривал. И там упомянули одного нашего же, я не знаю сейчас, как сказать, бывшего брата, знакомого. Он, говорит, стал, говорит, атеистом. Сегодня, говорит, не признаёт Бога. Ты смотришь, человек молится, в мечеть ходит, делает ибадат, служение. И вот так продолжается 10-15 лет, 20 лет. И один день, я не знаю, с кем он встретился, с кем он общался, он говорит, я в Аллаха не верю. Или встречаешь детей, которые говорят, ну, говорят, насчёт Бога, говорит, сомневаемся, родители не знают, говорит, но я, говорит, не верю. Обратите внимание, родители вот всё делают ради своих детей. Всем жертвуют ради своих детей. Но они ему не дали фундамент. Они его институт не отправили. Они его мадресе не отправили. Они в своё время об их религиозном образовании не позаботились. И когда вот этого фундамента нет, сильный ветер, ураган, его уже оттуда, в другую сторону сносят, образно говоря. Этот человек столкнулся с другими определёнными людьми, и этот человек сегодня бросает свою религию. Сегодня мы с такими вызовами, с такими проблемами, сложностями сталкиваемся. Поэтому, как Ахмад Афан Кудес-Суру говорил, вот это образование, колледж, вот это начальное образование, оно является необходимостью для всех. Если вот сегодня вот этот фундамент не поставить, непонятно, в какую сторону человека замесёт. Так как это институт колледж имени Саида Афан Кудес-Суру, вот есть в книгах такой момент, когда Хасан Хельми книги читали, и в других книгах упоминяется, порой говорят устазы некоторые слова, высказывания, что-то говорят, какой-то ищара делают, намёк. И мы, говорят, их действия, слова, говорят, понимаем через год. И сегодня, когда вот здесь я стою, многие слова, когда ещё маленький был, студент там был, Кудеев говорил, на что-то обращал внимание, какой-то рассказ рассказывал, не могу о них говорить, но сегодня, когда приходится какое-то решение принимать, мы понимаем, вспоминаем эти слова, почему тогда, лет 20 назад Кудеев об этом сказал. И в этих книгах тоже упоминается. Иногда говорят устазы, алимы, они говорят слова, смысл которых мы понимаем только через год. Когда Саида Афан Кудес-Сура в своё время говорил, что бы ни случилось, вы следуете за муфтиятом, и на маджилисе все следуют за муфтиятом, за идарой, то тогда бывало, почему так Кудеев говорит, что бы ни случилось. А сегодня мы реально, смотря на эту ситуацию, мы понимаем. Потому что, когда я ещё маленький был, в маджилисе Шуагу-ль-Багини, где Кудеев об этом говорил, я там присутствовал. Вот эти слова, как будто бы в сердце запечатались на тот момент, потом я и в книгах видел, и сегодня выступление ставят. И сегодня, через годы мы это понимаем, к чему это Кудеев говорит. Когда Саида Афан Кудес-Сура сделал дуа на Большом Мавлиде для Путина, президенту, много осуждений по всему Дагестану пошло, как Кудеев мог такой дуа сделать. И сегодня, когда мы видим, что наше государство противостоит этим западным ценностям, которые пытаются совратить нашу молодёжь, вы сами подумайте, институт семьи, она в России уже уничтожалась, пока не приняли закон. То есть, мужчина и женщина – это семья. Международное право до изменения Конституции, они хотели принять, заставить Россию принять, что две женщины – это семья, две мужчины – это семья. Соответственно, чтобы у нас сегодня нормальная, здоровая семья была. Чтобы с наших магазинов вот эти цвена революция, да, богатышные книги исчезали, против них законы принимали, против вот этих западных ценностей, сегодня определённая борьба ведётся кем? Именно президентам России. И вот когда в своё время дуа сделали, вы понимали, когда дуа сделал, значит, надо было. Но через некоторые годы мы понимаем смысл этого дуа. Когда Кудео один раз сказал, я, наверное, вот такого возраста был, 18-19 лет, вот весь мир говорит против Дагестана. Мы понимали, что враги Дагестана, они очень сильные, но весь мир против Дагестана, когда говорит, ну, Кудео сказал, значит, это так. В 2009 году вижу ролик, как один политолог выступает и говорит, Западу, говорит, нужно разрушить именно Дагестан. Именно, говорит, Дагестан в России. Почему, говорит, если они смогут разрушить, говорит, Дагестан, это, говорит, будет распространяться на всем Северном Кавказе. Дальше Северный Кавказ, говорит, они смогут отделить от России после нее Хабаровск, Якутию и так далее. И вот основа, говорит, начало, говорит, с Дагестана. И сегодня, когда мы видим в современных голливудских фильмах надпись стоит «Представитель страны Дагестана». Тогда же еще программа была поставлена. Сегодня мы видим украинских людей, которые призывают и которые открыто говорят, что они хотят разжечь войну в Дагестане. Но в свое время, когда люди осуждали. И вот эти последователи Саида Афанди Кудесуру, они сегодня тоже есть. И сегодня, когда Ахмад Афанди выступает и говорит, вы должны понимать, может, мы сегодня его мудрость слов не поймем, но мы должны следовать тому, что он сказал. Потому что в будущем мы всегда поймем смысл, как и понимали. Разумному человеку в Дагестане достаточно было бы 26 лет посмотреть, что произошло с 1998 года. Просто пронаблюдать карту. 26 лет он знает, к чему ведет определенный человек, определенный имам, определенный алим. Через 26 лет, когда человек начинает сомневаться, верить кому, кого он толком не знает. Вот посмотрите на действия тех людей, которые за истину говорят. Вот эти люди полгода назад, когда за истину начали говорить, в каком состоянии были муриды? Сегодня насколько сильно их имена не буду называть, они муридов разделили. И сегодня видишь некоторых людей, которые на хатву не проходят, на салат не проходят. После чего? И после этого эти люди говорят, что они любят Абду Джаля Афанди, они уважают тарикат, не уважают они тарикат, они устазов тоже не любят. Эти люди, которые заблудились и заблуждают других. Поэтому наши наставники тоже призывали, вот когда мы следуем, вот последуйте за кем? Вот, к примеру, вы Умар Хаджи знаете, вы Дауд Хаджи знаете, вы имама знаете, и не первый год. Если вы, дети, хотите кого-то спросить, спросите муалима, перед вами муалим, который вам преподает 3, 4, 5, 7 лет, которого вы знаете, которого вы видите. Не того блогера, который в интернете, которого вы не знаете. Спросите тех, которые вот Абду Джаля Афанди увидите. В этом наша сохранность. Поэтому вот это все то, что я сказал, чтобы человек понял, чтобы последовал за истинными людьми, для этого что нужно? Вот для этого нужно знание, для этого нужен вот этот альм. Для этого нужно минимальное понимание из светских книг, из светских учебников, которые у нас здесь есть. У нас вот экономический колледж аккредитованный с лицензиями, со всеми документами. Мы даем необходимые знания светские тоже, потому что мы в светском государстве находимся. Но вот эти все призывы, вызовы, которые мир сегодня бросает, чтобы от нее сохраниться, в первую очередь крепкий фундамент альма. И как вот предыдущие выступающие сказали, крепкий фундамент не будет, если там тасавуфа нет. Сегодня тасавуф это чтобы мы следовали за теми, за кем следовать, призывал саида фан кудесу. Это один момент, который я хотел упомянуть. Второй момент, когда мы детям богатство оставляем, это, наверное, больше, кто нас смотрит, потому что здесь все те, которые сидят, они уже поняли ценность ильма, и они сюда пришли, дали своих детей учиться. А те, которые нас смотрят, им сказал бы так, вот смотрите, вы можете все имущество детям оставить, дом построить, маишат дать, бизнес дать, все дать, но этот человек сегодня, допустим, станет наркоманом. Если этот человек сегодня из своей религии уйдет, если этот человек игроманией заболеет, дальше что? Вот все то, что вы за всю жизнь сделали, он за один день, за один месяц все испортит. Сегодня мы видим, что вот эти все болезни десятки, сотни раз меньше среди тех людей, которые изучают ильму. Поэтому, когда человек старается дать имущество ребенку, это хорошо. Конечно, надо помочь своим детям, но сперва должен быть всегда ильм, всегда фундамент. Если у него в голове ветер, он ваше все имущество за один день испортит. Благодарим наших гостей, что они оставили свою работу, пришли, выступили. Да, поможет Аллах нам и дальше организовывать такие маджилисы. И для нас большая гордость сегодня видеть здесь наших выпускников, ведущих среди гостей и так далее. эти люди, которые прошли эту учебу, завтра среди них будут ваши дети. Не думайте, что это удивительно, что это тяжело, нет. Усердие, активность. Те ребята, которые чуть через труд прошли, иногда они очень крепко держатся за тот ильм, который они получили. Иногда человек не ценит свою ильм. Вот если мута ильм, он обращаясь, скажу, это из-за чего происходит. Иногда человек не ценит тот ильм, который у него есть. Это из-за чего происходит. Вот, допустим, я болею, я подхожу к врачу, и врач мне говорит, Ахмад, вот это лекарство используй. Но я понимаю, что у меня болезнь не хроническая и ничего серьезного, и врачей тоже, смотрите, сколько здесь врачей. Я буду ли следовать за врачом? Но если я подхожу к врачу, я понимаю, что если я за ним не последую, я погибну, и нет у меня спасения. от этого, от этой болезни меня излечит один из этих врачей. И если они меня не примут, для меня гибель. Интересно, как я буду соблюдать рецепт врача? Вот, когда мы к устазу идем, к наставнику идем, и мы понимаем, мы духовно погибнем, если не делаем то, что он говорит, что вот эта гибель, она уже сегодня начинается, то мы начинаем держаться за этого наставника. Если человек понимает, от этого невежества меня никто не может спасти, кроме как вот этого учителя, и сейчас, человек начинает за эти знания цепляться. Но если у него в голове мысль, там же ничего страшного, я еще молодой, могу через лет пять тоже алму учить, здесь ничего важного нету, можно загуглить, на любой вопрос ответ найти, дальше его учеба какая будет. Поэтому к времени и к муалимам надо относиться, понимая вот здесь и сейчас. Я вот это пропущу, вот это время пойдет, никогда в жизни я вот это не смогу вернуть. Так мы не можем вернуть вот 15 минут назад. Мы не можем вернуться. Поэтому вот если у меня в голове вот эта мысль, еще успею, тогда алму не получается. Далам тавиq, чтобы мы видели важность этого алма и обоими руками крепко держались. Аллах Аллах тавиq, тавиq,